Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. Вы смотрите новости на Вектор ТВ с обзором событий Юлия Рубцова. Здравствуйте, сегодня в выпуске. В Витебске дан старт работе 8-го Международного экономического форума «Инновации, инвестиции и перспективы». Международная акция «Ночь музеев-2019» пройдет в Новополоске уже в эту субботу, 18 мая. Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый вокально-хореографический ансамбль «Камарики» имени Чеслова Кличко представил зрителям отчетный концерт «От щирого сердца». В Новополоске стартовал третий международный турнир по плаванию «Славянский кубок-2019». Подробности в сюжете. Об этом и не только. Расскажем далее. Два дня для того, чтобы представить продукцию и найти новые взаимовыгодные контакты. Инновации, инвестиции и перспективы Международный экономический форум под таким названием 16 мая начал работу в Витебске. В течение двух дней ожидается подписание десятков контрактов, в основе которых социально-экономическое развитие регионов Витебской области. Международный экономический форум Витебс принимает уже в восьмой раз. Здесь в этом году взаимовыгодные контракты будут искать представители более 20 государств. Это 85 делегаций. Торжественный старт форуму дан на площадке летнего амфитеатра. Задать тон дискуссии в рамках деловой программы мероприятия. В ходе торжественного открытия управленческий актив Беларуси представители дипломатических миссий и бизнес-кругов приветствовали участников инвестфорума. Здесь же на сцене летнего амфитеатра из рук главы Витебщины специальную премию Витебского облсполкома вручили молодым ученым и специалистам. Почетными грамотами Витебского облсполкома отметили и предприятия, которые внесли личный вклад в развитие области. От общения к наглядной демонстрации потенциала Витебщины. Пойдемте покажу. Вот смотрите. Вот это вот танк. Робот. Это не макет. Это настоящая машина. Демонстрационные площадки развернулись на нескольких сотнях метрах. Представляю здесь свою продукцию перед инвесторами и потенциальными партнерами и новополоцкие предприятия. Открытое акционерное общество «Нафтан», завод «Полимер», измеритель, биомехзавод бытовых второресурсов. Отдельное место занимает новополоцкий нефтехимический кластер. Вот здесь уже более предметное общение потенциальных партнеров и инвесторов. Несколько сотен предприятий от легкой промышленности до нефтехимии демонстрируют свой продукт и презентуют свою идею. Предлагаем предприятиям работать вместе с нашим, в рамках нашего кластера, с субъектами хозяйствования города Новополоцка, которые имеют отношение к нефтехимической отрасли, к системе образования, для того, чтобы вместе сообща увеличивать потенциал экономики нашего региона. Несмотря на многообразие сфер и предприятий, в основе региональное и трансграничное сотрудничество и производство продукта с пометкой «Инновационный». Расскажем про наши предприятия, про наши возможности, про наши планы, про тот этап модернизации, который мы завершаем. Но мы планируем начинать уже новое развитие нашего предприятия по нефтехимическому варианту развития. Мы все готовы к общению, готовы к инвестициям, готовы к сотрудничеству, готовы к перспективам. В первый день работы Международного экономического форума в Витебске уже подписано более десятка договоров о сотрудничестве районов Витебщина с зарубежными регионами. Подписи поставлены руководителями Витебского, Льозненского, Полоцкого и других районов Витебщины с представителями России, Латвии, Литвы, Украины. И с каждым годом форум становится местом, где все большее количество участников находят своего взаимовыгодного партнера. И сегодня состав делегаций, которые присутствуют на форуме, говорит о том, что интерес увеличивается. Приезжают уже и реальные бизнес-партнеры, которые видят, что в регионе есть все условия для развития более глубоких отношений. Биржа деловых контактов, проведение встреч и переговоров, дискуссии, работа тематических блоков. Витебский в рамках инвестфорума уже в восьмой раз создают условия для поиска партнера и обсуждения взаимовыгодного сотрудничества для развития не просто отдельного предприятия, а всего региона. Полоцкий лесход стал резидентом Витебской свободной экономической зоны, сообщает газета «Витебские вести». В качестве резидента свободной экономической зоны Витебск Полоцкий лесход намерен реализовать проект по развитию деревообрабатывающего производства, процедура регистрации которого прошла на днях в администрации свободной экономической зоны. По словам специалистов Государственного лесохозяйственного учреждения, проект предусматривает закупку и установку импортного оборудования в дерево-перерабатывающем подразделении лесхоза. Это позволит не только нарастить объемы производства востребованной продукции из древесины, но и увеличить валютную выручку за счет расширения поставок на экспорт в основном на рынке стран Балтии. Создание дополнительных мощностей предусматривает организацию до 10 новых рабочих мест. Получение статуса резидента свободной экономической зоны предполагает инвестирование в реализацию проекта не менее 1 миллиона евро. В состав Полоцкого лесхоза входят 12 лесничеств и лесозаготовительный участок, расположенный в северо-восточной части Витебской области на территории Полоцкого и Ушачского районов. В ведении Полоцкого лесхоза находится более 123 тысяч гектаров лесного фонда, в том числе покрытого лесом более 111 тысяч гектаров. Добавлю, что Полоцкий лесхоз стал 47-м резидентом свободной экономической зоны Витебск. 18 мая во всем мире отметят Международный день музеев. На сегодняшний день этот праздник проходит более чем в 150 странах мира. В этот день Новополоцк по традиции присоединится к международной акции «Ночь музеев-2019». Чем удивят посетители в этот праздничный день, знает наша съемочная группа. Мастер-классы, выставки, арт-площадки, музейные квесты и другие интересные мероприятия ждут Новоплачан уже в эту субботу, 18 мая. В этот день в нашем городе пройдет традиционная международная акция «Ночь музеев». Программа мероприятий, как всегда, насыщенная и интересная. В этом году девиз культурного праздника – музеи, як культурные центры, будучи нет традиций. Будут представлены самые разные площадки, самые разные виды искусств. В первую очередь, наверное, это изобразительное искусство. Музей будет и таким, можно сказать, на этот день центром хореографического даже искусства. Здесь в музее мы предлагаем мастер-класс по ретро-танцам. По площадке возле выставочного зала, ритмы улиц, молодежные группы города Новополоцка будут представлять то, что они умеют, но к ним можно будет присоединиться. Также участникам акции «Ночь музеев» предложат интересный квест, пройдя который новополочан ожидает приятный сюрприз. В городском музее будет и лекция под названием «Разговоры о прекрасном», а также театральное искусство. Здесь огромное спасибо нашим друзьям, музеям, наверное, можно сказать, волонтерам. Это учащиеся лицея города Новополоцка. Они представят свой, придут к нам в выставочный зал со своим театром миниатюр «Лицидея». Я думаю, это тоже будет интересно и здорово. Музыкальная группа среди молодежи, хорошо известная в нашем регионе, Индра, будет выступать на площадке возле выставочного зала, а затем выступит молодой исполнитель, учащийся в школе искусств города Новополоцка, Павел Седловский. Это будет игра на саксофоне, соло для души. Начало мероприятий в 16.00, вход для всех бесплатный. Виктория Клементьенок, Артем Табаков, Вектор ТВ Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый вокально-хореографический ансамбль «Камарики» имени Чеслова Кличко представил зрителям отчетный концерт «Отширого сердца». На сцену Дворца культура «Нафтан» вышли более 200 участников коллектива. На отчетном концерте побывала наша съемочная группа. Последнее наставление руководителя ансамбля и занавес открывается. На сцене яркая и заводная программа концерта – 27 вокально-хореографических номеров. Это основной репертуар ансамбля, который сложился в течение двух лет. Отчетный концерт показывает, чему новому научились и насколько профессионально выросли участники коллектива. В концерте приняли участие не только ансамбль «Камарики», но и их творческие друзья. Отчетный концерт – это своеобразный итог работы за год. Все участники коллектива носят почетное звание «Артист». Но вот после концерта, возможно, новые юные дарования станут обладателями этого звания. Дети отрабатывают и понимают, достойны они звания артиста ансамбля. Или им надо еще подготовиться для того, чтобы получить это звание. Для детей это очень важно. Но и важно еще для того, что каждый ребенок хочет показать своему родителю, зрителю, ну и всем жителям нашего города, вот какой он, как он вырос, что он умеет делать, какой он хороший, замечательный артист. «Камарики» – это большая творческая семья. Одни только начинают свою карьеру, другие уже много лет живут выступлениями вокально-хореографического ансамбля. В коллективе я уже 7 лет. Наш коллектив – это большая дружная семья. Именно это и привлекает меня в нашем ансамбле. Ну а также творчество, радость творчества и, конечно же, позитив. Ансамбль «Камарики» уже в следующем году отметит 50-летний юбилей. Но даже спустя годы он не теряет свою актуальность и популярность среди своих зрителей. Один из немногих коллективов Белоруссии, нашей страны, который работает именно в направлении народного жанра, который сохраняет традиции, истоки нашего народа. Это очень важно. В этот же день ансамбль «Камарики» отпустил в дальнейшее творчество некоторых участниц. Талантливым воспитанницам Анастасии Дягилевой и Екатерине Боровой руководитель ансамбля пожелала творческих успехов и вручила памятные подарки. Я хочу пожелать вам, мои родные, чтобы вы, так как вы стукивали всегда на сцене, на репетиции, чтобы вы всегда помнили нас, всегда знали, что наши сердца стучат в ритм с вашими сердцами. После концерта коллектив начнет подготовку к международному фольклорному фестивалю, который пройдет в Грузии. В фестивале ансамбль представит 10 номеров, в которых примут участие более 100 участников коллектива. Торжественная церемония открытия третьего международного турнира по плаванию «Дружеские встречи» в городе Надвиной. Славянский кубок 2019 состоялась сегодня в Новополоцке. Все подробности спортивного состязания узнавала наша съемочная группа. Беларусь, Россия, Латвия, Литва, Украина. Представители 23 спортивных клубов из пяти стран съехались в Новополоцк на третий международный турнир по плаванию. Все подробности узнаем с минуты на минуту. Вот они, почетные участники третьего международного турнира по плаванию. В соревнованиях принимают участие команды из различных городов Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Минувший 2018-й стал знаковым годом для славянского кубка, ведь именно тогда родилась идея масштабного международного проекта, объединяющего культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. Турнир собрал множество гостей из зарубежья, с одним из которых удалось пообщаться в съемочной группе. Привез команду нашей школы, чтобы встретиться с друзьями, посоревноваться, вспомнить старые времена и хорошо провести время, показать себя и детям Беларусь. Они первый раз, когда приехали, язык-то не знают, они очень стрессуют, значит, им все интересно, и думаю, все будет здесь хорошо. Славянский кубок объединил в себе такие виды спорта, как плавание, таиландский бокс, кикбоксинг и смешанное единоборство, хоккей с шайбой на льду, легкую атлетику и спортивное зимнее плавание. А третий международный турнир по плаванию собрал несколько сотен людей – спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц и почетных гостей. Впрочем, обо всем подробнее спросим главного судью соревнований. Главным судью соревнований всегда быть, соответственно, сложно, но с опытом работы это проходит, но ответственность остается. А уникальность данного турнира заключается в том, что на сегодня мы здесь в бассейне видим плавание, не так давно прошли соревнования по кикбоксингу, по хоккею с шайбой на льду. Проект будет развиваться, я думаю, интересен гостям, приезжим, поэтому я думаю, что у него большое будущее. Кроме прочего, на турнире по плаванию в качестве почетного участника и сорганизатора присутствует витебский спортсмен Ярослав Пронин, мастер спорта Республики Беларусь, чемпион республиканских и международных соревнований. И рекордсмен мира по спортивному зимнему плаванию спешит рассказать о турнире и вместе с тем поделиться секретами своего личного успеха. Как организатор мы попытались собрать много стран, сделать такой праздник и для детей, и для взрослых в городе Новополоцке. Главное тренироваться, не останавливаться, даже если что-то не получается, работать над этим и все будет. Организацию проведения соревнований осуществляет Белорусская федерация плавания совместно со спонсорами. Турнир завершится 18 мая. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ. 17 мая проект «Зеленые города» проведет велопробег с участием велоактивистов Полоцка и Новополоцка, а также экспертов проекта. В ходе велопробега участники изучат маршрут будущей велодорожки, которая свяжет два города и обсудит нюансы обустройства велоинфраструктуры. В пятницу, 17 мая, под эгидой проекта «Зеленые города» состоится велопробег с участием велоактивистов Полоцка и Новополоцка, а также экспертов проекта организатора. Участники велопробега изучат маршрут будущей велодорожки, которая свяжет два города и обсудит нюансы обустройства велоинфраструктуры. Старт велопробегу будет дан около фонтана «Мальчик на шаре» в Новополоцке. Далее колонна с остановками проследует по правой стороне улицы Молодежная, выйдет из Новополоцка, проедет через Акимань, перекресток улиц Богдановича и Зыгина в Полоцке, по улице Октябрьской и завершит велопробег около кафе «Верхний город» по проезду Замковой в Полоцке. Здесь участники обсудят планы зеленого градостроительства для Полоцка и Новополоцка и единый план устойчивой городской мобильности для двух городов. По маршруту следования колонны движение перекрываться не будет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этом у меня все новости, а я лишь напомню, что наши программы доступны на официальном сайте Новополоцка на ютуб-канале нашей телерадиокомпании. Также следите за событиями городской жизни в наших социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. По прогнозам синоптиков, в пятницу 17 мая в Новополоцке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 9 градусов выше нуля. Днем до 18 тепла. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00.